Я хочу вам рассказать историю, которую услышал от одного жителя Черноморского побережья Кавказа. История приводится почти без редакции. Так называется рассказ Гоги. Я клянусь, они меня вопросами замучили. Гоги, 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 ты такой здоровый. Ты, наверное, спортом занимаешься. Я говорю, да, занимался я спортом, только отстаньте. Гором отстаньте все. Мы с моим другом соперником, вахтангом занимались. Они спрашивают, что вы с вахтангом делали? Кто выше прыгнет? Я говорю, нет. Кто дальше бросит? Я говорю, нет. Мы с вахтангом соревновались. Кто больше купит? Это давно началось. Я к себе в гости вахтанга пригласил. Он только пришел, и сразу у него настроение испортилось. Он увидел, я себе цветной телевизор купил. И он встает, говорит, все, завтра вы к нам придете. И мы к ним на завтра приходим. Перед ним цветной телевизор. Перед женой цветной телевизор. Перед бабушкой цветной телевизор. Еще такой маленький юнос перед кошкой стоит. И тогда мы встаем, говорим, хорошо, завтра вы к нам придете. Они к нам на завтра приходят. У нас в войне обалдеть можно. У нас итальянское блюдо. Знаешь эти спагетти, да, макароны длинные? Жена Вахтанга говорит, да, эти спагетти, что такое? Жую, жую, на-на-на-на-на, на-на-на-на. По вкусу все резину напоминают. А моя жена говорит, дорогая, а ты с жадностью уже телефонный шнур на вилку накручиваешь. Тогда они встают и говорят, все, завтра вы к нам точно приходите. А завтра мы приходим, у них вообще свет в конец, у них японские блюда. Представляешь, Вахтанг в кимоно. Кошка в кимоно. Жена, как настоящая японка, ребенка на спину повесила. А мы не замечаем, час не замечаем, два не замечаем. И Вахтанг терпел, терпел. И потом говорит, эй, почему не замечаешь? Неужели ты думаешь, ей легко ребенка на спине таскать? Ему же скоро 22 года. Вот так. Ты, говорит, посмотри вокруг, в этой квартире, все тонко, старинное. В этом кресле сидел, сам что-то расставили. Из этого кубка пил сам царь Давид. А на этой кушетке лежала сама Тамара. Потом так небрежно спрашивает, эй, вы вообще знаете, кто такая Тамара? Моя жена говорит, как не знают. Все знают. Тамара, буфетчица, к тебе в гости ходишь. Я говорю, Вахтанг, дорогой, завтра на дачу давай ко мне приезжай. Вот такой сюрприз, тебя там поджидает. И он приезжает на дачу, я во дворе стою, в Волгу новую, вот 31-й модель, протирай, протирай. В Вахтанг ходит. Я говорю, дорогой мой, ты, наверное, на электричке приехал. А он говорит, да, на электричке. Я спрашиваю, почему ты машину не купишь? А он объясняет, значит, иди, время тяжелое. Трудно машину купить. Вот купил электричку. Прямо за домом стоит. Потом глядит на меня, говорит, завтра я тебя жду к себе. У меня для тебя уникальный сюрприз. Говорачий дрессированный попугай. И я к нему на завтра пришел. И этот попугай, я и... Он дрессированный. Ты понимаешь, он на счет раз взлетел, и на счет два мне на пиджаке автограф поставил. Причем скотина. Молча. Ни слова не сказал. Я говорю, Вахтанг, завтра прошу ко мне. Не придешь, зарежу. И я пошел в зоопарк, договорился, привел слона. Мы его с соседом на две квартиры поставили. Причем у соседа поместилась та часть слона, которая кушает. Ой, Вахтанг пришел. Ну, я ни при чем. А я не знал, что Вахтанг к новой дубленке хвастать придет. И я не знал, и сосед не знал, а слон не догадывался. Все, с тех пор уже Вахтанг ко мне не ходит, к себе в госы не зовет. Ой, я так скучаю без друга. Неужели ты думаешь, серьезно, что эти люстры, машины, картины, дубленки, неужели ты думаешь, что я для себя покупаю? Ни за что. Я все покупаю. Покупаю для друга. Только для друга. Вахтанг, приходи. Я тебя очень прошу. Я без него умираю. Вахтанг! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...